Девушки отдыхают 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 всевозможной техники в империуме то есть они у нас приходят там связываются с духом машины и такой дух машина работа и машинка до работы вот плюс-минус так это работа это писал в деталях как бы скриньте и к чему это у нас собственно ведет к тому что ребята у нас на самом деле максимально интегрированы во все структуры империума в отличие от большинства других механиков то есть большинство других механиков они действуют все-таки отдельно не так просто у них есть свои войска и вот это все связаны да у нас есть например те же техмарины которые являются скажем так адептами одновременно и бога машины и при этом они у нас как бы состоят в результат космодесанта но это скорее такой из ряда вон выходящий случай а engine сиры это у нас повсеместно ребята которые направляются во все возможные как бы учреждения инстанции или места чтобы собственно оказывать свои вот эти вот услуги по поддержанию жизнедеятельности каких-то машин тех или иных давайте-ка в деталях посмотрим вот что они собственно могут делать например если у нас есть флот а в империуме естественно флотов как бы много много кораблей туда отправляется собственно определенное количество этих эндженсиров зачем чтобы постоянно обслуживать собственно этот у нас космический корабль если мы говорим про какие-то скажем мануфактории там они могут заниматься собственно работой с определенными типа механизмами работающими там в том числе например работать с какими-то реакторами также естественно они участвуют у нас непосредственно в боевых действиях с войсками Империума, но правда как бы не как боевая единица, в плане того, что они идут кому-то бить рожу, да? А они у нас занимаются, собственно, обслуживанием техники. То есть, например, это танки у Гвардии, наверное, самое такое распространенное. То есть и наши прекрасные большие всякие Вейнблейды, так и поменьше их собратья Лемонрасы, ну или новички у нас в Кодексе Гвардии, это Рогалы Дорны. Интересно, кстати, то, что они, соответственно, умеют общаться с духом машины, ну, универсально, скажем так, и универсально могут работать со всеми ними. Что забавно, что это имеет отражение в правилах. Про это мы поговорим подробнее уже в следующем выпуске. Но да, это имеет отражение в правилах, это достаточно забавно, что вот есть такая стыковка у нас бэка и правил, неожиданно, да? Ну, хотел бы кто-нибудь скажет, какой тебе Михаил, но это типа, come on, что? Но на самом деле это появилось только-только вот сейчас у новой редакции. До этого этого, собственно, не было, до девятой редакции все время ребята присутствовали у нас, кажется, с третьей редакции в игре, и при этом у них вот не было такого отображения. Хотя, возможно, что-то запамятовал. И получается у нас ребята, ну, как бы опосредованно, можно сказать, немножко относятся к самим адептус механикус. Почему? Ну, потому что они в их рядах выступают, да, но гораздо шире они представлены в рядах любых других, например, войск, ну, или подразделений, либо вообще каких-то структур, собственно, как я и говорил. Вот такие у нас, получается, связующее звено между механикус и их, как бы, всеми остальными. При этом, ребята, если говорить, давайте-ка, так, про каноничный образ, то есть, что они из себя представляют. К слову, надо сказать, что это образ просто один из возможных, потому что, по сути, наши engine-престы, engine-сиры, точнее, могут выглядеть, на самом деле, как угодно. Опять же, что они там предпочитают по вооружению, что они предпочитают по обмагированию. Это, как бы, у нас все в бэке подразумевает то, что там всевозможные вариации есть, но у нас есть каноничный образ, собственно, engine-сиры, и что он из себя представляет. Мужик вооружен нас традиционно топором, то есть топором, механиковский топор. У него есть, соответственно, бэкпак с всеми приспособлениями для его страшных механических дел, то есть, у него там есть сервоманипулятор, назовем его так, которым он может, соответственно, что-то делать, ну, и в большинстве случаев просто бить противника в башке, плюс всякие там сверла и прочие дрели, и, конечно же, ключ 16 на 9, это обязательно у него должно быть с собой. Но, наверное, забавное самое все в том, что он у нас обмундирован в павер-армор. Да, это, по сути, у нас один из немногих представителей Адептус Механикус, кто именно носит именно павер-армор. То есть, да, у нас есть, как бы, чуваки хорошо очень защищенные, но защищенные за счет того, что там они наполовину состоят из уже механизмов, и, соответственно, плоти там немного-то и осталось. А вот этот вот паренек у нас именно находится в павер-арморе, что, в принципе, как бы не что-то уникальное, потому что в беке мы прекрасно знаем, что павер-арморы, они существуют не только для Адептус Астартес, но и для, в принципе, даже обычных людей, то есть, к примеру, те же сестры, либо какая-нибудь Инквизиция. Да, павер-армор такой, конечно, не настолько эффективен, как у Астартес, но все еще это как бы павер-армор. Ну и да, хуже с ним взаимодействие у обычных людей, потому что, напоминаю, что у Астартес у них типа на нейронной связи все это устанавливается, то есть, у них идет подключение напрямую к нервам этого костюма, и, соответственно, он хорошо, они его хорошо контролируют. У людей, как бы, ну, не прибегая к дополнительной хирургии, такого не будет. Ну, то есть, оно в теории может быть, но тяжелее это реализовать, по крайней мере, так же, как у Астартес. Что, правда, забавно, что, например, с точки зрения механикус, то, что мы знаем, что они могут выглядеть у нас как угодно, ну, то есть, они, скорее всего, теряют постепенно человеческий образ, так или иначе, заменяя части своего тела на механический, и, соответственно, с точки зрения, получается, что они как раз ближе нас к Астартесу, потому что с наибольшим шансом они именно паверармору подключены напрямую, и, скорее всего, с большим шансом этот паверармор вообще не является как таковым паверармором, а является просто фактически частью их тела. Ну, все-таки не так вот, как у Астартес, потому что Астартес это, как бы, скорее вторая кожа, можно так это назвать, да, как-то обрисовывая, когда у обычного человека это именно экзоскелет какой-то, а вот у механикус это именно часть тела. В теории, на самом деле, в зависимости от сколько ему лет и как у него там жизнь складывалась, этого инженсира, у него может, на самом деле, фактически, это и быть его, ну, настоящим телом, то есть у него может не быть просто человеческих остатков, там, то есть механизмы, чисто, находятся в паверарморе, ну, паверармор весь из себя представляет, по сути, механизмы, и там кусочки мозга остались у него там только в башке, и не факт, что башка еще осталась, да, вот, и тогда, ну, как бы, понятное дело, что у него лучшая интеграция с этим телом. С другой стороны, они не то чтобы какие-то великие войны там и все с этим связаны, поэтому, как бы, не, собственно, небольшое-то это преимущество, но, тем не менее, такое интересное замечание. И тут можно сразу же, в принципе, затронуть моменты, а что нам, собственно, делать, если у нас это Dark Mechanicus? Напоминаю, что у нас все-таки мы рассказываем про Dark Mechanicus и как, собственно, те или иные юниты у нас могли бы выглядеть, собственно, в рядах Dark Mechanicus, так как сейчас у нас армии такой нет. И тут возникает, ну, как бы, такой затык, в том, что, ну, а что, ну, это просто мужик, который что-то там чинит, да, там что-то делает с механизмами, и, ну, по сути, это то же самое будет у Dark Mechanicus, да, заниматься. Но тут предлагаю рассмотреть другой вариант, который мы до этого, как бы, не затрагивали. Мы рассматривали обычно просто, что можно было бы, как бы, улучшить стандартную схему, а тут можно сказать, что, как можно было бы использовать таких вот ребят. А использовать их можно было бы как? Следующим образом. Берем и отслеживаем у нас сигналы, когда куда-то собираются отправиться, собственно, на самого нашего этого инженсира для обслуживания, скажем, какого-нибудь корабля, да, корабля Империума. Вот он будет там его обслуживать, возможно, небольшой корабль. И можно, по сути, ну, если, конечно, так грубо обобщать, если провести такой спек-опс, мы проводим скрытую операцию, отлавливаем этого инженсира и заменяем его своим Dark Mechanicus-овским. И что он может делать? Ну, понятное дело, наш Dark Mechanicus может скарабтить этот дух машины со временем, и этот корабль потом, например, сожрет просто свою же начинку или еще что он там может сделать, ну, или даже банально просто во время войны повредить их систему, ну, то есть, как такая подпольная у нас игра пойдет. И, возможно, кто-то из вас скажет, Михаил, а кто-то вот именно конженсирует, тут прикопался, например, у нас же есть там другие какие-нибудь Mechanicus, а что мы других так подменить своими не можем? Ну, тут само собой, мне кажется, она напрашивается, если вам это будет непонятно, мало ли. Почему? Потому что это у нас те самые ребята, которые чаще чего связаны с Империумом. То есть, все-таки, Mechanicus действует обычно обособленно, ну, как я уже говорил, а вот именно Инженсира является у нас такой связующим звеном между Mechanicus и другими подразделениями, например, какой-нибудь Имперской Гвардией. И поэтому, как бы, легче все-таки, по идее, подловить на этом их. И в теории вот можно так вот подсунуть. Представьте, у Гвардейцев оказывается, на самом деле, не Инженсира, а на самом деле, Дарк Мех какой-то, который начинает подсирать в их танки. И у них там плохо пактит за это. Простите, ладно, за дебильные шутки про говно. И танки начинают, например, хуже работать, ну, или, опять же, постепенно карабтится, и потом танк вообще, не знаю, там, демоненджена превратится и сожрет, опять же, всю начинку, и такой туп-туп-туп на ножки отрастит и побежит куда-то. Какой-то у нас инфернальный паровозик Тоймос получается. Вот такие вот у нас, получается, ребятки. В принципе, достаточно скудно у них по бэку, потому что они у нас, как бы, очень минорные такие, как сказать, без лица своего, скажем так, представлены в всей литературе, которая есть. И поэтому, да, к сожалению, больше информации про них. Ну, можно рассказать, но это просто даваться там отдельные детали, как они там чем и какают и чем дышат. А, если вам это интересно, можете писать в комментариях, может быть, мы снимем такой отдельный спешл, чем какают Энженсира. Ну, а на этом давайте-ка мы уже прервемся с нашим бэком и перейдем к чему? Правильно, сбор очки. Как основу для нашего Энженсира мы будем использовать этот, вот этот вот прекрасный блистер. Ну, то есть обычный стандартный блистер. Кстати, цена, по-моему, смотрите, можно что выяснить. Э, 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 сколько он стоил раньше? Да хрен с ним, ладно, сколько он стоил раньше? Посмотрим, что у нас здесь есть в блистере. 25, ой, 32 миллиметр, это, понятное дело, нам понадобится. Что у нас здесь есть? У нас здесь, по сути, это две детали корпуса, бэкпак его, еще дополнительная одна висюлечка, которая вешается ему сбоку, серво-харнес его, пистолетик его, специальный это меховский пистолетик, а нестандартный сейчас стал. И вот такой вот топорик. Что мы из этого будем использовать? Наверное, мы будем использовать только, по большей части, вот именно тушку и бэкпак, все остальное мы к нему что-нибудь присобачим новенькое. Ну, в общем, сейчас я все это посрезаю и позачищаю, а к вам вернусь чуть позже. Детали я там, может быть, все уже и зачистил, но у нас только операция наша начинается. Почему? Потому что самое важное, прежде чем мы приступим к сборке вот этого всего, что у нас здесь валяется. Нам нужно провести, что правильно? Живительную декапитацию. Да, потому что нам не нужна вот эта его голова, мы будем ее менять. А так как, видите, она здесь будет вот так вот закрыта с двух сторон, если мы ее соединим, еще будет проблемнее нам ее отсюда вырезать. Поэтому, что мы сделаем, мы ее на стадии до сборки вот так вот просто берем и шпыньк и обрезали. Теперь берем вот так вот ножом и аккуратненько вырезаем. Да, здесь явно, что у нас здесь будет лишний пластик, вот здесь оставаться, видите. Но мы сильно стараемся не вырезать прям все под корень, мы только срежем именно детали, которые здесь остались от его респиратора. Почему? Потому что голова у нас дальше будет необычная достаточно и ей лучше по возможности сохранить побольше материала. Ну и опять же, если мы будем здесь лепить что-то из зеленки, нам лучше побольше оставить основы. Как видите, пока что у нас здесь ее как бы хватает, но мало ли, мы слишком много срежем и потом еще не влепим сюда нормально. Поэтому будем вот так вот все это дело обрезать. Что ж, начинаем собирать нашего паренька, но мы сейчас склеиваем на самом деле по сути только три части. Почему? Потому что тут последовательно придется делать нам действия, потому что они нам будут мешать. Склеиваем мы вот эти две половины. Бам! А дальше что? Дальше мы не можем приклеить на самом деле ему бэкпак, потому что он нам будет частично мешать. Почему? Потому что мы будем клеить ему вот такую вот башку. Корняцкая башка из набора АОСовских чуваков выглядит очень классно. Причем, как видите, она вот очень хорошо так же встает ему сюда, то есть он прям подбородок, у него ровно здесь идет под воротник вот этот вот. Но у него есть проблема. Видите, сзади у нас нету куска целого шеи. Что мы тут будем делать? Мы последуем вот таким вот образом. Мы намажем сюда клея. Устанавливаем сюда голову. Дожидаемся, пока она чуть-чуть подзастынет. И после этого уже мы туда, вот так вот, будем уже сюда засаживать зеленочку. То есть видите, у нас здесь остается большая достаточно пропасть. Смешно, конечно, получается, что это может делать такого всадника, как будто у него живой доспех. Всадник без головы хотел сказать, но хотел сказать, где живой доспех. Вот живой доспех, даже если мы вот так вот будем прикрывать, видите, видно будет. Поэтому зеленкой нам придется залепить. Но, 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 чтобы залепить нормально этой зеленкой, нам придется дождаться, пока эта вся хреновина высохнет. Иначе, ну, просто у нас этого не получится. И как бы еще. Вот, можем разве что приклеить ему пистолет. Он у нас вешается вот сюда, но давайте, да, это, в принципе, сразу сделаем. Это, по идее, нам особо мешать в дальнейшем не будет, надеюсь. Надеюсь, я не пожалею о своих действиях. Но, в общем, клеим его сюда. Пестик у нас на месте. И все, теперь вот надо дождаться этого высыхания, и дальше будем его собирать. Ну, вроде уже прям совсем намертво застыло все. Теперь, собственно, что, берем маленький кусочек зеленочки намешанный. Может быть, кажется, что я взял его, конечно, чуть больше, чем надо, но брать мы его всегда сможем, а вот добавить лишнее будет крайне неудобно. Заталкиваем вначале его туда как-то пальцами криво-косо, а потом берем чудесный инструмент в виде силиконовой кисти. Кстати, да, некоторые думают, что силиконовые кисти нужны для покраски. Нет, они нужны для лепки. Правда, это у меня очень дерьмовые силиконовые кисти. Одни из самых каких-то дешманских. Они еще и очень мягкие, но более-менее подходят, на самом деле, для лепки. Смачиваем обязательно его и начинаем вот так вот размазывать эту нашу зеленочку тут. В общем, будем вот так вот смазывать постепенно. Возьмем, кстати, другой формы, если что, то это неудобно подлазивать. Тут будем вот так вот доделывать. И постепенно сгладим угол. Но, правда, блин, на самом деле здесь не то, чтобы имел смысл сильно это прямо заморачиваться, потому что, видите, будет здесь бэкпаком закрыто. Но чуть-чуть хотя бы сделать это приличным стоит. В общем, посглаживаем этот угол, а потом уже и закончим. Собираем дальше все, что можем. Ну, а конкретно здесь можно уже прилепить наш бэкпак. Он нам уже здесь мешать не будет. Он как раз нам нужную концепцию создаст. Что мы, на самом деле, можем сразу же на бэкпак приклеить? Это вот такая вот трофипак. Хорняцкий, раз у нас парень будет к хорнидам. Это тоже из той же самой трофики, что и шлем. Почему я его взял? Смотрите, показываю. Он никак не обрезан, ничего. У него здесь вот основание такое квадратненькое. По умолчанию он к оригинальным ребятам крепится вот здесь вот на такой квадратик. Просто обратите на это внимание. Идеально. Он сюда влазит просто идеально. Как так получилось, не знаю, но обожаю. Всегда вот когда что-то, рандомные какие-то две вещи между собой так стыкуются, это просто что-то с чем-то. Поэтому мы вот так вот берем, шпойник, и все. И мы сделали наш типа знамя. Зачем, конечно, эндженсирую какое-то знамя, но у нас корни дебильный, поэтому пусть будет со знамением. В принципе, уже достаточно харизматичненько смотрится наш парень, но надо продолжать. У него как минимум нет рук. И будем делать ему руки. И одну из рук, которая у нас получится правая, которую он должен держать у нас топорик. Я вот решил взять вот такую приморисовую руку с минкой. Ну, то есть она мне вообще не понадобится. Я ее стрельнул, кажется, Илья мне ее дал. Ему она была не нужна, но у меня она есть. И что мы, соответственно, можем с ней сделать? Мы можем ее использовать как основу. Но, что можно сразу сказать? По длине она нас устраивает. Мы вот так вот отрезаем кисть, потом покажу почему. О! Приморисы, правда, прочные. Коул постарался на славу. Что же, лезвие мы сменили. И вы в прямом эфире видели, почему иногда приходится менять лезвие. Ладно, лезвие приходится менять чаще все-таки, потому что они тупые, не потому что ломаются. Но, учтите, кстати, одну важную ревенту, никогда не забуду напоминать. Как только вы поменяли лезвие, будьте с ним аккуратней. Первые недели две работы с ним, надо быть максимально аккуратным, потому что не только у меня, но и у всех людей, которые работают с подобными лезвиями, сталкиваются с тем, что так или иначе могут резать себе пальцы. Это просто элементарно, поэтому будьте аккуратными со своими пальцами и со своими лезвиями. Зато новое лезвие, видите, просто по маслу, просто отрубает рук, мина куда-то у нас улетела, но она нам не нужна. Теперь мы что можем сделать? Мы можем сравнить вообще руку саму. Как видите, по длине, если мы уберем вот это плечо, она нас вполне себе будет устраивать. То есть, по сути, нам что нужно сделать? Нам нужно срезать эту часть плеча и, скорее всего, обкорнать вокруг. То есть, где-то вот так вот срезаем аккуратненько, чтобы у нас еще остался шаг. Смотрим по длине. Ну, еще можем вообще-то срезать спокойно. Мы не потеряем там ничего. И теперь сравниваем. Ну, теперь длина нас устраивает. Нас не устраивают только вот эти вот нелепые какие-то куски бэкпака. Точнее, бэкпака уже на плечника. Здесь у нас оставшиеся. Их аккуратненько срезаем. Сейчас мы их, конечно, зачистим аккуратно ножом, но нам сейчас важно промерить просто именно длину. Ну, да, да. То, что надо. В общем, сейчас надо зачистить нам вот эту руку. Как и в прошлые разы, которые я уже показывал на других моделях в этой серии, также делаем. У нас тут дыра. Заполняем ее суперклейгелем. После чего берем нашу руку. Ее, как следуем, смазываем пластиком клеем. И после этого можем ставить это все дело у нас на место. Напоминаю, зачем вообще такая вся странная конструкция градится. За счет пластиковой клея у нас пластиковые детали схватятся друг с другом. Но за счет наличия там суперклея внутри вот этого гелия у нас не дыра образуется внутри, а как бы вот эта полость заполнцеим, и он тоже схватится. У нас будет нормальная такая солидная конструкция. Ну и настало время уже закончить бы нам с этой именно рукой. Собственно, что мы будем делать? Крепить топор. Вот такой вот красивейший и демонический прям какой-то топор. Тоже из того же набора осовских пацанов, корнянских. Тут у нас есть несколько способов, как его закрепить, но мы его, пожалуй, вот так вот поставим. То есть он у нас как бы чуть-чуть в сторону, но в принципе рука нормально соприкасается. Здесь тоже, опять же, ни кишки, штифтов, ничего не надо. Здесь мы будем просто ставить это на клей, и все. Ну и думаю, очевидно, дальше, что чего у нас не хватает у нашей модели, это руки, левые руки. Вот что мы будем использовать за место этой руки. Это у нас плазмопистолетик. Он, кажется, у нас от риморисов, именно хеллбластеров. Именно вот такой вот бионический протез здесь. Поэтому нам здесь и нравится. Но, естественно, пистолет нам не нужен. Что мы здесь делаем? Мы просто пистолет срежем аккуратно. Не думаю, что даже имеет смысл это показывать. Пистолет мы аккуратненько вот тут вот срезаем. И плечо тоже подрезаем точно так же, чтобы как и эту руку вот как-то вот сюда вот подоткнуть. А что будет в этой руке? Мы сейчас посмотрим. Ну и вот так вот, обкарнав руку с двух сторон, мы теперь клеим ее вот под таким вот где-то углом на место. И первый бит, который мы установим сюда в руку, это вот такая вот у нас трофипак из голов, которым мы так и не использовали тогда еще у Маршала. Такие вот прекрасные, красивые, одухотворенные головы. Крепятся они здесь у нас в двух местах будут. Сейчас, конечно, попробуем их прицепить. Проблема здесь в чем? Это старый пластик. Старый пластик не очень хорошо клеится. Потому что он... Потому что он... Потому что... Ну... Вот... Типа вот так вот. Мы его сейчас задержим. Вот в такой позе. Вот так вот. И надо будет его подержать какое-то время. Вот так вот в итоге выглядит у нас крепеж голов. Смысл в том, что мы здесь приклеили вот часть к рукоятке, где волосы. А часть мы приклеили вот здесь вот к плащу сзади, чтобы хоть как-то держалась и поустойчивой была конструкция. Ну и теперь нам нужно завершение вот этой конструкции. И мы будем вот такой вот значок инквизиции. Ну вообще это от серой рыцарей, по-моему, от посоха. Навершие. Будем его использовать, как будто он оторвал вот кусочек от посоха. Это вот такой, блин, красиво будет смотреться на моем трофипаке. И вот к нему он и цепляет вот эти вот головы, и несет их, говорит, показывает всем, смотрите. Говорит, ребята, что у меня красивый тут с собой есть. Вот. И все этим любуются великолепием. Поэтому вот так вот на капельку клея сажаем сюда этот значочек. Там, вот как-то так. Вот сейчас, конечно, скорректируем чуть-чуть его, но в принципе, думаю, смысл вы уловили. И у нас остался только серво-харнес. И знаете что? Я все-таки решил, наверное, присоединить сюда стандартный серво-харнес. У меня есть несколько идей, но они или слишком массивные, либо смотрятся уж слишком с перебором каким-то. Потому что вот я думал заменить одну из финальных частей этого серво-харнеса вот этой вот клюшневой. Или я думал использовать кулачок от катафронов. Но оно или большое, или смотрится уже леповаться, с учетом того, что у нас появился здесь вот этот большой трофипак. У нас появился шлем вот этот вот, типа, такой достаточно массивный. У нас здесь появился вот этот вот топорище огромное. У нас здесь, в принципе, тоже не самый маленький вот этот трофипак. Это вообще не трофипак, но не важно. И я подумал, что, наверное, все-таки пора, как бы, it's time to stop. И чтобы модельке угадывался еще у наш этот engine sear, мы все-таки ему вернем его вот эту вот стандартную клешню. Поэтому просто клеим ее на место, тут без всяких интересных моментов. Можно вот разве что какой-нибудь угол задать ей вот так вот по угрожающей, наверное. И все, парень у нас отправляется в покрасочную. И вот, спустя, на самом деле, огромное количество времени, вы можете видеть его покрашен нашего мальчугана. Ну, давайте, тут у него уже есть у нас какая-то проблемка. Но для начала давайте обсудим, как он у нас выглядит после покраски. А потом уже будем, соответственно, обсуждать, что здесь надо еще доделать. Что могу сказать? Ну, с покраской вообще, парень, просто шикарен. Вы посмотрите на этот топор, вы посмотрите на эту грозную рожу, вы посмотрите на его неоновую траву. Ну, короче, парень вообще прям выглядит, как по мне, очень сочно. Очень классно, причем хорошая была идея золотую краску здесь использовать. То есть я обычно в DarkMech не использую, но в данном случае я решил вот в некоторых местах, типа у него на башке здесь, на его вот этой вот иконе, корняцкой, решил золото добавить. И мне нравится, как это смотрится. Известно, как можно эту схему добавлять. В принципе, буду держать это в уме. Вот, но единственное, интересно, что у меня получилось таким очень беленьким. То есть эта вот ткань, которая у меня обычно такая коричневая, скорее, она у меня здесь получилась скорее белая. Но мне нравится, как это выглядит. То есть в плане внешности вообще никаких претензий нет. Чувак получился супер красивый. Не знаю, вот можете написать, как вам. Но мне прямо нравится, какой харизматичненький, грозненький. Это забавно, кстати, что у нас никто пока что, ну, именным он не является. Никто не заявлял на него свои права. Может, правда, кто-нибудь из еще не экранизованных в комментариях напишет, кто говорит, хочет быть им. Тогда мы вам плашечку, может, приклеим. Потому что, да, пока что у нас даже без имени грустно как-то. Вот, ну, давайте к плохому перейдем. Вы можете заметить, что у нее не хватает черепочка. Серво-черепочка нашего. И вот, собственно, наш серво-черепочек. Кстати, да, серво-черепочки я красил по методу, где, как в видосе с Найтом, мне очень понравилась, как выглядит такая кость. Здесь прикольная она, то есть в каких-то местах чисто беленькая, какие-то желтенькая, красивая. Вот, но сломалась. Ну, очевидно, не знаю, кто проектировал вот эту вот фигню. Он конченый какой-то был. Это больной человек это придумал. Ну, потому что очевидно было, что у модели, к которым подразумевается играть, эта штука рано или поздно сломается. Причем сломался она, естественно, не во время игры, а во время транспортировки. Ну, как обычно бывает, да. Вот, но это надо поправить. И, понятное дело, клей здесь не вариант. Да, это пластиковая минька. Да, на пластиковый клей она может схватиться, но это все равно нифига не будет держаться. То есть, ну, буквально оно сломается, на самом деле, очень-очень-очень быстро. Вот, поэтому мне пришла идея какая в голову. Починить эту штуку. Ну, собственно, показать вам, как ее можно починить. А на самом деле, чинится достаточно просто все это у нас. Ну, по крайней мере, на моей башке это звучит как просто. Что у нас сделать? Нам надо срезать здесь вот этот остаток, корешок. И здесь тоже срезать корешок. И просто, как бы, поставить на штифт. Ну, вы скажете, оно же будет тупо смотреться, да, оно будет сбоку торчать. Нет, мы сам штифт используем в замену вот этого шланга. Вот так вот. Я сейчас попробую это сделать. Думаю, на камеру даже нет смысла это показывать. Особо здесь какая-то мелкая возня. И вам покажу вот, как бы, финальный результат, как оно получилось. И вуаля! Наша штука эта починена. Вот так вот. Даже не пришлось обрезать. Я думал, что, возможно, нам придется обрезать вот эту вот часть всю, где у нас есть гофра. Но получилось, что это составить. На самом деле, ну, из сложного, что здесь нужно, нужно тонкое сверло. Все. Нужно тонкое сверло. Вот такое вот. Как у меня здесь что-то установлено. Не знаю даже, честно говоря, какое-то. Типа 0,4, наверное, может быть 0,3. Точно под диаметр скрепки я самое главное брал. И обратите внимание, я решил умышленно уменьшить это вот расстояние, которое у нас здесь было раньше, да. Почему? Чтобы, собственно, сам черепок у нас, видите, был посильнее, как бы, спрятан. Он теперь у нас защищен, с одной стороны, башкой его, с другой, знаменем. И, то есть, ну, сломать теперь его надо будет прям очень сильно постараться. Вы скажете, Михаил, ты только что установил сюда штифт. Как оно сломается? Тем более, как бы, штифт фактически является самой этой моделью, да. Все еще может сломаться. То есть, все еще может выломаться. Вот здесь, так как я решил оставить этот элемент, гофры, оно может здесь спокойно сломаться. Ну, не спокойно, но сломаться может, в общем. И поэтому я решил еще и подстраховаться. Тем более, как бы, на модели он все еще есть. Он тут у нас выглядывает, смотрит, но при этом он у нас, как бы, и спрятан. Так что его просто будет, ну, тяжело задеть. Как видите, вот, типа, получается, я вот пальцем тыкаю, и я вот упираюсь, конечно, в анденку эту. Но я упираюсь и в знамя здесь. Так что, более-менее защиту мы сделали. Ну и что, вот такой у нас получился паренек. Надеюсь, вам еще полезен мой совет был сейчас, который я вот рассказал про штифтование. Даже тонкие детали можно это делать, если аккуратненько. Вот. Ну и, наверное, пора переходить к заключению. Ну, вот как-то у нас такой вот получился паренек. Надеюсь, вам понравилось, как он у меня вышел. Мне нравится, на самом деле, такой харизматичный чувак получился. Такой злобный парадон какой-то. У него вот этот мордок хорницкий, он такой, типа, уща, я тебе вставлю по самые помидорки. Единственное, я не говорил до этого раньше, но сейчас могу, в принципе, озвучить. Вы видели, наверное, что большая все-таки была разница между временем сборки этого пацана и вот финализированным выходом этого ролика. Это просто космическое количество, на самом деле, времени прошло. По фону, собственно, и про смену коврика вы могли это понять. Зато я вам смог дать ценный экспириенс, что делать с этими тонкими, отламывающимися деталями, с которыми обычно, собственно, большие проблемы и непонятно, что с ними делать. А вот тут, как бы, оп, появился у нас какое-то, ну, своеобразное, ну, решение. Вот, поэтому, возможно, даже это интереснее, более опыт такой вот стал. Ну, и я просто начинаю постепенно доставать из загашников те самые футажи, которые я снимал, 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 снимал. И вот, наконец-таки, они у нас начинают пригождаться. Что ж, на этом у нас выпуск подходит к концу. В следующем выпуске нас что будет ждать? Правильно, нас будет ждать еще один дженсир. И самое главное, что нас будет ждать история дженсиров, собственно, в настолке. Какая, какова была их судьба на столах, как их часто использовали. Нет, не использовали. Вот, и что у них, собственно, было интересного по правилам. Также, если вы смотрите на племя, то чмок у вас их побок. А если вы смотрите это на ютубчике, на общем доступе, то не забывайте, что по ссылочке в описании вы можете подписаться на племя. И там уже будет следующий выпуск. И, на самом деле, там будет не только следующий выпуск, а уже в два раза больше выпусков Dark Mechanicus. Вот так-то. Ну что ж, и на этом все. Берегите себя и свои миньки. И помните, в мрачном мире далекого будущего есть только война. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok